Я собираюсь рассказывать довольно много сейчас про разума, и поэтому призываю господслужащих задавать вопросы сразу по ходу дела, потому что если предполагать, что у нас будет консерекция, то консерекция забыть, о чем это использовать. Так что давайте попробуем. Значит, название имеется, теперь по первой картинке. Наглядная демонстрация того, о чем идет речь, точнее, один из случаев такого. Вот здесь нарисована операционная зависимость тонкой пленки металла галлия, внесенная на деметрическую подложку, с функцией температуры. Ну и толщина этой пленки меняется в довольно узком интервале, в 12, чем там, здесь 14,5. А здесь сопротивление было ритмической шкале. Вы видите, что вот эти, которые ищут потолще, становятся световодящими, сопротивление уходит в море, а те, которые немножко потолще, сопротивление уходит в бесконечности. Масштаб здесь изменения было, как видно, в четыре порядка. Все это происходит при совершенно, казалось бы, уничтоженном изменении в общинстве. Ну, логичная история даже еще больше надевает. На правой картинке здесь я только люблю смену. Вот это основное, что было обнаружено довольно давно, что называется переходом, лампный переход световодицы. Теперь, имеется, на самом деле, куча разных, качественно разных ситуаций, когда находятся будут. И я стараюсь их обозреть. Я не имею в виду, как последовательная теория проявления с выводом, всех формул, что мы не теряем, как последовательная реальность. Но хочу, например, показывать, какие характерные экспериментальные данные и, главное, какие качественные или полу-качественные соображения от ВДП. Ну, еще нужно заметить, что вот свежий обзор по этим вопросам, недавно был публикован в Украине, и желающий вполне был полезного найти. Итак, значит, первая лекция. Вот здесь вот примерно перечислено ее содержание. Я не знаю, правда, откуда я успею добраться. Значит, ну, во-первых, я забыл несколько слов по поводу вообще неупорядоченных светопроводников, основных факторов. Затем я объясню, какие существуют три, как не смешно, основных типа этих материалов, различных, различных типов. И про два из них пытаюсь в течение первой лекции рассказать. Ну, а третий будет и вторая лекция, если, конечно, этот план окажется естественным. Значит, во-первых, ну, я не буду, значит, следовать традициям делать введения от Адама. Полагаю, что такое светопроводимость вообще вы знаете. Теперь, если это ошибка, то, значит, сразу вопрос. Не-не-не, не проводит ЭСП, ничего не изменит. Это все низкотемпературное, насколько проводит ЭСП. И, более того, значит, никаких там аномальных спариваний, никаких там сложных параметров порядков, ничего такого нет. То, что будет, это обычная сверхпроводимость на новых условиях, это когда этот сверхпроводящий материал имеет очень большое сопротивление. И это самое сопротивление, ну, в нормальном состоянии, это сопротивление начинает сильно влиять на сверхпроводящие собственности. Он нам обычно так и говорил, что сверхпроводники, они имеют большое сопротивление. Так вот, сегодня говорит ЭСП. А, нет-нет, это может быть правильно, но мы имеем в виду разные области. Вы говорите действительно про сопротивление в области комнатной температуры или там чуть ниже. А я имею в виду остаточное сопротивление. Когда металл охладили до, не знаю, 10 градусов, Фельдер, там никаких фанонов уже не существенно. Есть остаточное сопротивление и изобретение. А дальше охлаждаем еще и смотрим, он переходит, в конце концов, сверхпроводник или, наоборот, становится изобретенным. Так вот, первое утверждение по поводу влияния беспорядка на сверхпроводимость было сделано в классических работах Валикосова, Гайкова и Андерсона. Единственное, что беспорядок, который, например, приводит к тому, что длина свободного пробега электронов на трипусе, L, может стать гораздо меньше, чем размер поттеровской пары. Тем не менее, на температуру сверхпроводящего перехода это не влияет. Ну, влияет это на то, что меняются электрические магнитные поля и, соответственно, глубина поникновения магнитного поля в сутку в огне. Но температуру перехода и щеленоэктического спектра не меняется. Это утверждение имеет конечную область применения. Именно она основана на предположении о том, что все-таки длина пробега гораздо больше, чем фермы слипиналома. То есть для электронов применимо хватит классические приближения. Поскольку мы считаем, что параметр очень большой, действительно действует этот результат, который получил стандартное применование теоремы Андерсона, хотя, надо сказать, что Горяков это писали раньше, но их, кстати, понятие было гораздо труднее, чем Андерсона, и это вот так получилось. Значит, их новые явления возникают, когда это неравенство нарушается, когда длина пробега становится сравнимой с одной волны, или, иначе говоря, безразмерное сопротивление металла, которое вот это вот же... Значит, что такое? Это и есть просто сопротивление. Это млекопроводность на единицу объема, помножить на длину неравенности поводника в степени, которая там есть единица, если это просто объемный образец, или если тут нумерный, если это множество, или вообще нет, ну и помножить на ракопроводное сопротивление, а что е квадрат, который метр, то есть верчина, у вас жизнь немаловна. Значит, вот эта верчина, если верчина большая, это то же самое, как сказать, что выполнено классическое продвижение, если оно не выполнено, то есть в руководном области, когда безразмерное сопротивление становится порядка единицы, уже утверждение, доказанное классиками, становится неприменимым, возникает нечто новое, с чего мы, собственно, и будем обсуждать. Теперь я подъясню, кстати, заодно откуда, собственно, это утверждение берется в области, таким простым образом, где-то именимо. Вот это написано уравнение, определяющее точку, сопроводящего и дельта, а д параллельно, сопроводящий параллельный парень. То есть надо, вот это ядро k, зависящее от двух ординат, оно выражено через собственные функции электронов без взаимодействия. Есть электроны с кинетической энергией, вообще говоря, с каким-то еще случайным потенциалом. И в этой электронной задаче находятся собственные функции, находятся собственные значения энергии, и строится вот такое литро для интегрального оператора. Значит, когда этот температур приобретает этничное значение, в некорректных случаях появляется электронов. А электронов зависит и от температуры, вот через температуру выводится. Дальше, обычно, в случае, которые относятся к классическим пределам сопроводимости, можно считать, что по порядку координат славы зависит. Во-первых, напряжение очень зависит. Тогда, значит, мы понесли дегретатор и штрих наружу. Видим, что здесь интегратор, штрих, ядра. А здесь у нас стоит произведение одной собственной функции. Мы интегрируем Байерштейль и видим, что из-за ортогональности и равножий. Здесь, соответственно, тоже и равножий. И мы получаем... Мы немедленно приходим к стандартному сравнению на теорию Каши. Важно, что мы предположили, чтобы получить, что порядок, который образуется, однородно. А, это плотное состояние. А, это плотное состояние на единицу объема, на единицу интервала, на единичный, холодный. А, это, я имею в виду, ноль, это энергия, отсчитан от уровня фермы. Значит, плотное состояние на уровне фермы. Ну, потому что здесь написано суммирование по собственному состоянию. Дальше я перехожу к интегрированию по энергии около уровня фермы, соответственно, помножу на желтого состояния. Так, ну ладно. Значит, теперь, как я уже сказал, есть разные ситуации. Три основных типов, на самом деле, существует материал, на которых происходит вращение с предпроводящим состоянием периодически при измененном параметрах. И эти три типы таковы. Значит, один, в случае, когда есть грязный металл, или металлический сплав, лучше сказать. Ну, характерным примером является, например, сплав молибдена или герма, который имеет плотность электронов такую, как в обычном металле. И при этом он довольно сплав, в котором сопротивление может быть в виде тонких плёнок сопротивлением на квадрат этой плёнки в несколько киловольт. То есть, мы не очень далеко от квадрат этой плёнки. И вот здесь, когда мы увидели для открылок с потерением квадрата, уже утверждение независимости температуры перехода от сопротивления плёнки становится неправильным, он начинает зависеть сильно и, в конце концов, подавляется. Это тип номер 1. Тип номер 2. У нас имеется самый обычный предпроводящий металл. Ну, например, алюминий или свинец, неважно так что, но в виде маленьких островков у герма субмикронного размера. Внутри каждой граны имеется мгновенная сплавка. Однако связаны эти граны между собой плохо через тоннельные контакты относительно большого сопротивления. И вот именно это мгновенное сопротивление может быть порядком. Ну, сопротивление аж на не квадрат, и в этой области опять-таки может произойти фазовый переход. Такой, что хотя каждая грана была сверхпроводящая, но весь массив в целом не электрический. Ну, а может он быть сверхпроводящий. Наконец, третий и наименее изученный вид таких веществ, это когда мы имеем дело с плохим металлом, у которого не только большое сопротивление, но еще и нормальная низкая плотность носителя. Ну, проекты не собираемся на второй лекции. Теперь вопрос о первом типе. Первый тип сплава морептена с Германией. Ну, это не единственный пример. А вот, кстати, в случае много электронов, тем не менее, что плохая проводимость. Чем обусловлено? Локализация? Тем, что нет даже никаких следов исторической структуры. Там морфный сплав, в котором этот самый предмет Германии будет очень хаотически разбросан, и поэтому очень сильное рассеяние на беспорядку. Там еще нет локализации Рандерсона, но сопротивление уже довольно близки, с этим трем, описанным здесь ситуациям, имеется три механизма. Правда, я только переставил в порядок, но надеюсь, что не дадут речь. То, что написано здесь первым, это аннулированные системы, которые в следующей картинке были вот здесь. И здесь речь пойдет по конкуренции слабой джазинсионской связи между сопроводящими островками и зарядовой энергией, которую нужно преодолеть, для того, чтобы перенести уперовский парус на уровень островок. В случае тонких энергетических пленок механизм совершенно другой. Он состоит в том, что притяжение между электронами, которое условно фонодами, на то, что есть вообще-то еще куломовское взаимодействие. Супроводимость бывает в том случае, когда куломовское взаимодействие ослаблено до такой степени, что при нескольких энергиях так, что экономное притяжение перевышено. Супроводимость оказывается сильнее, чем отталкивание на энергиях порядка джазинсионской частоты ниже, и создается водящее состояние. А при самых низких энергиях в грязном металле куломовское взаимодействие вновь усиливается. То есть в результате притяжение, которое действует между электронами, становится слабее и температура перехода уменьшается. И это вот механизм, который относится к другу. То есть на самом деле просто некоторая модификация это обычная теория Баргана и Горрешрифера, которая состоит в том, что притяжение между электронами оказывается само зависящее на сопротивлении. Тоже среди электронов. И это следующее, так сказать, еще НАТО. Про Толмачевский логарифт я вам скажу. Ну и наконец, третий сюжет будет посвящен второй электронной конференции между куломовским спариванием и локализацией адреса. В этом случае все происходит вообще без участия в локализации. Итак, во-первых, начнем вот с ситуации с нулированными решетками. Вот здесь вот приведена пара действительно недавних обзоров. Что это такое? Вот здесь изображен набор гранул, гранул, гранул в большой в подобных величинах, в заветовом гораздо больше в чем-то длина волны. И объезд положен в какой-то теоретической матрице. Соответственно, имеется проводимость, случайно, разделенное количество водовища расстояния между межащими. Ну, надо еще, наверное, полезно иметь в виду какие-то технико-технико-технические масштабы. Вот есть у них. Имеется относительно большойтехнический масштаб Полозовская энергия, связанная с внесением заряда электрона на такую гранту, и, собственно, емкость, она имеет радиус А, и, собственно, емкость на А, и цифры, и, соответственно, и полозовская энергия, непонятно. Она образна профессиональным размером гранты. Теперь есть другой масштаб. Расстояние между... Типичное расстояние между уровнями электронной гранты. Оно содержит объем, понимаете, по факту. Но это многосостояние на логике. Значит, при гранатах, которые имеют большие атомные масштабы, всегда вот это расстояние эльфа гораздо меньше, чем бонус, например. Ну, а кроме того, есть еще один важный гранатический масштаб. Вот такой. Это А, поделить на типичное время диффузии электрона ПГ. А вот эти масштабы в таком виде распаковки. Теперь, если имеется связь между гранатом, мы установим безразмерность проводимости. Будет у вас облачаться при гранатом. Так, хорошо. Значит, теперь экспроводимость у одного граната. До каких, собственно, размеров можно уменьшать гранулу? Так, чтобы понятие о сверхповодящем состоянии в этом генео имело смысл. Ну, иногда приходится слышать мнение, что надо, чтобы эта самая гранула была не меньше, чем длина герентости сверхповодники, то есть размер гранатского пара. Иначе, значит, как бы гранатского пара туда не влезет. Это утверждение неправильное. Совершенно. Ничего, в общем, не имеет действительности. Можно иметь совершенно нормальную сверхповодимость, но гораздо ли размером гораздо меньше, чем длина герентости. Это просто означает, что чем длина герентости сверхповодников будет меньше, и будет разумерно, чем длина герентости. Собственно говоря, то же самое, по сути, происходит, если сверхповодящий металл загрязнять примесями и делать в нем малую длину пробега, от этого, как известно, и длина герентости тоже уменьшается. Значит, как это выглядит? Ну и на самом деле длина герентости. А это длина герентости. А это длина герентости. Да, тут правда, мало запечаткован. Потому что здесь EPS, но вообще-то должно быть кси, но и здесь EPS. В общем, это одно иератрон делало. Теперь длина герентости уравнения надо написать таким образом. А стандартный результат мы получаем в том случае, когда мы можем заменить вот эту сумму на интеграцию. Тогда мы это можем сделать. Ну, тогда, когда расстояние между уровнем, которое есть в этой длине, мало по сравнению с типичным масштабом энергии, которое у нас здесь фигурирует. А это и есть на самом деле длина. Поэтому, если вот это неравенство выполнено, то мы спокойно заменяем сумму на интеграцию, получаем обычное уравнение теории. Соответственно, критический радиус вот так. Здесь стоит щель. И теперь мы, причем набираем ТЦ, это объем за эту полность состояния на ТРМК. Что будет, если условия в обратном? Можно сделать гранулы, если бы такие эксперименты были. Тогда размер жарика металлического заметно меньше, чем прилический. Тогда... Вот я написал проследовательности нескольких уровней энергии, электронного грана, и с расстояниями другими вот этого вот дельта. Ну, опять же, у нас есть всегда несколько энергетических масштабов. Мы решили, что расстояние между уровнем берегу по сравнению со сверхпроводящей щелью в объеме в таком же материале. Но мы, однако же, будем все-таки считать, что это расстояние между уровнями молоко по сравнению с дубаевской энергией этого материала. Ну, почти, поскольку у нас имеется запас, по крайней мере, два порядка энергии. Скажем, температура перехода 5-10 градусов, от баевской энергии солью. У меня не знает градусов, а соль не градусов. Значит, на электрон-фономное взаимодействие дискретность спектра тем самым не повредила. Значит, было притяжение в объемном материале на здесь. А когда рассмотрим пару электронов, которые сидят в одном орбитатном состоянии, сколько положено, и с ними действуют протяжение. Вот величина простейшего образа, в простейшей цели движения, и причинает протяжение вот лямда безразмерная конструкция и помножить на расстояние миллиона. Теперь, к каким наблюдаемым объявлениям может привести это протяжение? Ну, значит, здесь никаких сложных, так сказать, многочастичных аппеляций не может быть. Но то, что здесь существует, это своеобразный эффект четкости. Если вы сравните энергию градуса с четным и с нечетным числом электронов, то нечетные градусы энергии будут выше, но это так выручено. Потому что нет выгрыша за счет протяжения двух электронов данного состояния. Ну, на самом деле, более аккуратно надо еще учесть виртуальные переходы электронов из этого состояния более высоко вознужденные. И окончательный ответ для этой задачи был получен. Эта энергия четкости, связанная с этой четкостью, имеет вот такую. Если дает это щель в объеме, дает тем более, а дает круглая это состояние между уровнями, которое велико, то, между ними, имеется такая ситуация. И этот эффект наблюдался документально в очень малых градовых алюминиях, причем измерения туннельных стерков. Мы проводили иголку скранирующего. Да, мы просто проверили ток и видели, вспоминались какие расположения уровня электрона против градовых. И так далее. Так, а поддайбе я покажу, что он уже не поменялся. Теперь, собственно, ближе к предмету, какие соревнованные эксперименты вы видите. Ну вот, скажем, пара примеров. Саппортирование как функция температуры для гранулированных зелёнов. Здесь температура в градусах. Вот на что здесь можно обратить внимание. Здесь есть характерная температура. Да, плёнки отличаются толщиной. Есть совершенно характерная температура, вот здесь вот, которая не двигается никуда. В ней что-то происходит. Но что именно в ней происходит, зависит от того, какой толщина плёнка. Для более толстой здесь явно присутствует светлопроводящий период. Для более тонкой, тогда тоже вроде как что-то в сторону светлопроводягости, но более менее. А если при ещё большей тонкой плёнке, сопротивлению сентрастики. Но я хочу сказать, что характерная температура, в которой что-то происходит, она не меняется. И это типично для наканулированных плёнок, которые... Это самая типичная температура, где есть температура, в которой отдельные граммы переходят в сводящий состояние. А что наблюдается уже при измерении косметического сопротивления, зависит от того, насколько сильные или слабые контакты в режиме. А то, что до этого был рисунок там, даже теории пропал, это какие были плёнки? Здесь гранулированные? Да. Это тоже болезнь. Да. Тоже болезнь. Да. Другой материал. Это... Какой болезнь? Какой болезнь? Ну, ещё раз. Там где-то 2-3. Вот. Да-да. Да-да. Значит. Бывает такое. Случится потом. Да. Значит. Возниклася проимность права. Возниклася проимность права. Начались... В проводящей плактуации сопротивление стало уменьшаться. По ещё более низких температурах и реактивизация купительная. Такое было. Я не хочу сказать, что есть количественная теория, которая описывает эти элементы. Её в общем-то нет. То есть они, в принципе, могут быть с эти два механизма, между разницами. Да. Да. Потому что... Ну, это один случай по взыскому, а другой случай вообще. Это зависит от... Ну, поскольку у вас есть два разных масштаба, как минимум, на самом деле даже больше. Один связан с образованием с надповодимостью внутри, а другой со связью между собой. Здесь могут быть самые разные. Так. А вот сравнение регулированных приводов и сплэшных, по-моему, было видно, чем они отличаются. Вот здесь опять, да, практически была вот эта предыдущая страница. Регулированный свинец. А вот это тоже свинец, но другим образом принесенный на подножку, таким, что правилами не образуется, образуется непрерывная оборудность. Видите, картинка совершенно другая. Здесь при уменьшении толщины избегается температура, в которой развивается в водящей переводе. Кто-то найдет? Да. Ну, дальше уже... Дальше уже перехода нет, есть наоборот подъем часовой переводе. Ну, теперь это вот те же самые две картинки, которые были с самого начала. и дальше возник вопрос. Что, собственно, контролирует этот переход? Какой параметр управляет превращение сопроводящего состояния в воду? 9 в 4. Имеется такая, ну, как бы сказать, не скажу, теория равнения, или качественная картина. Что управляется это сравнением сопротивления нашей среды с квантовым сопротивлением для заряда 2Е. Ну, то есть, если квантовым сопротивлением для заряда 2Е, поскольку у нас все электроны обсуждают нулированные плёнки, электроны спарены в клуберские пары, заряд переносится в квантовые 2Е. Квант сопротивления записан на 4 квантов, 6,5 кг. Вот на этой картинке приведут данные из той же самой работы здесь указанной, в которой была изучена куча разных плёнок, разных металлов, разной толщины. И здесь нарисованы вот чёрная точка показывает сопротивление при 14 градусов Келлина. Вот так выграно условно 14 градусов Келлина сопротивление последнего сверхпроводящего раса, а вот этим густым кружочкам сопротивление первого 9-30. Ну то есть их мерили при 14 Келлина, потом охлаждали. Одни стали эволюционировать в сторону сверхпроводимости, и другие наоборот становятся теоретическими. Ищут точку перехода. Ищут так, чтобы просто сравниваем последовательности кривы для разных образцов. Вот видят, что вот с таким-то сопротивлением стал себя поводящим, и он последний. А если дальше уменьшать толщину, то дальше получается теоретически. поставим для другой образец другого металла ролик полный цикл. А дальше мы говорят. Смотрите. они конечно разбросаны, но если провести прямую на уровне сопротивления 6,5 кг, то все сверхпроводящие концы ниже, а сверх все электрические концы выше. Наверное это означает, что у нас критическая скорбь. Миш, вопрос на картинке слева второй слева вот сердцевые которые сначала насыщаются они какими считаются? Это проводящие электрические или электрические на это смотрели сквозь пальцы и считали их сопроводящими. Значит на самом деле как раз ровно в этом месте есть очень серьезная проблема которая проявилась чуть позже сейчас я про нее расскажу. То есть конечно да вот если вот отсюда то все будет вообще просто на самом деле оказывается что то ну наши варианты может быть так я честно говоря не знаю где он стоит этот электрон самое простое что можно было бы сказать но они просто не могли кладить свои электроны ниже чем что то вот термометр показывает вот столько а на самом деле они имеют большую температуру кое-какую ничего не имеют как здесь было не знаю но в других экспериментах о которых я буду говорить точно не так нет есть хорошо контролированные эксперименты которые тоже учитываются такой клад но про них точно можно сказать что там нет такого перегрева и что есть действительно настоящий физический а как его объяснить неизвест ну ну ладно значит вот еще другой пример гранулированного это в данном случае трехмерный случай образец довольно толстый в котором алюминиевые гранулы засунули в германии которые при этих температурах диалектных ну и вот например замечательная такая зависимость когда с температурами температуры растет довольно сильно а потом происходит сверхпроводящий природ ну здесь они достаточно действительно не намерены но в общем это дальше выникает в том а в том же самом ремене германии с большими среди между гранами в меньшей соответственно среди происходит совсем другое вот здесь хорошо видно но обратный температ с температурами и с определенной температуры растет вот это предстоящий относится к просто образцу без всякого воздействия к нему а вот третья относится к в случае когда вы положили довольно сильное магнитное поле и в принципе проводимость каждой гранулы уничтожить в результате удовлетворение осталось в порядке меньше а вызывает ли это сообщение удивление почему разрушение сопроводимости подлинных градусов в условиях привело к нынему меньше а дело в том что разрушив сопроводимость мы вернулись к ситуации когда квад заряда это один а два это значит что поломовская энергия которая определяет поведение владельцев стала в четыре раза меньше проводимость два раз она осталась маленькой но тем не менее она выдержит то есть поломовская блокада движения заряда стала менее эффективной из-за того что квад заряда уменьшится теперь регулярные решетки из предполагающих из рап это уже довольно давно в начале 90-х годов научились делать большие решеты из алюминия примерно микронных размеров которые своими усами перекрываются в соседние островки и на них образуется туннельная контакт простая модельная система но вот скажу в месяц целая куча образцов с разными значениями емкости связи между нарками и для них тоже смешается поведение сопротивления какого-нибудь температура вот последователь образцов сверхповодящий сверхповодящий по-каку оборот превращает телевизор но посередине черных страниц не то чтобы была какая-нибудь из этих клевых которая была плоской постоянной спортивной ведет на себя довольно достаточно обратили внимание что на первой картинке было для францепристов критически было значит что один который сильно рост будет уменьшение и они возникают они относят против его поскольку мы не понимаем что нет теории которые написаны так что я не могу ответить вопрос что я знаю то что я знаю я так объясню вот на этой картинке нарисованы просто собранные данные по разным образцам здесь отношения заряда энергии к террористической связи в этой области есть сопроводящее состояние температура перехода у него уменьшается а здесь есть электрическое состояние для себя щели надо не отзываться в этой идее ладно вообще можно сказать что при каком-то соотношении энергии примерно порядка 1 ну вообще-то это естественно было бы ожидать что переход контролируется именно соотношением двух этих энергий сейчас но с другой стороны есть еще один параметр который я уже упоминал это сопротивление сетки в нормальном состоянии но все равно на кладу сопротивления а какой из этих двух параметров на самом деле управляет переход а ну чтобы это было теория сообщения есть две разные теории сейчас я их напишу вот по случаю решение вот механион суммирование по стравкам и же это номера стравков решение вот это члены это эгабет при усыновской связи фи это фаза параметров порядка на островке а хуя заряд островка здесь соответственно стоят обратно и в костей можно сказать что заряд островка и фаза это величины которые сопряжены как координаты плюс так что взявшись за переменную фазу мы можем сказать что у нас есть потенциальная энергия а вот и синетическая и дальше мы собавнем решение дуа эти самые энергетические машины как правило здесь главная емкость контакта с соседними остатками соответствующие энергетические машины можно показать сложным образом что если этот параметр х большой то система макроскопически является а если он малый то она является дальше что-нибудь сосчитать более-менее аккуратно там где-то порядок единицы в общем-то это не не известно но два определенных случая мы знаем и соответственно делаем другую сторону из одного состояния другой происходит когда этот параметр примерно порядка не что тут еще здесь такая еще существенная деталь решетка я уже сказал ну в принципе здесь есть много развитых гостей есть собственная емкость островка но она как раз все меньше типичного значения контакта поэтому хорошее приближение взаимодействие между зарядами островка можно считать логичным а с другой стороны взаимодействие для вихрей светопроводящей пленки оно тоже электричественное пусть у нас есть дефект светопроводящего состояния вихрь какая-то точка прямо подходит в какой-то точке пара параметра порядка меняется на другую если мы построим два вихря взаленных взаимодных сочетания энергии пара расстояния она тоже будет ритмическая вплоть до ночи поширы это аналогия была использована в следующем смысле это идея Майчик Фишера которая сказала давайте мы будем думать что губерские пары в этом несут заряды и вихри которые несут квад ватон это объекты дуальные дуальные друг отношения к другу ну то есть вот в этом умерном образовании пихая тоже точечная мг сидит в центре квадратика углы которого составляют ну и зарядом точно он живет устро хорошо значит движение заряда приводит к различному току и вот 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 а движение бихрейчика приводит к движение бихрейчика в кубнике приводит к тому что появляется напряжение 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 если у нас задана скорость движения поток g g cv cv а это лан поток значит если мы а ммм предположим что пазовый переход В сверхгруднике, в котором, на самом деле, сверхповодящем состоянии, икры должны стоять на месте. То есть, если они могут двигаться, то возникает напряжение, и тем самым тоже не способны. То есть, вихри могут, в принципе, возникать как конфликтуация, но они должны быть в локализованных режимах. То есть, естественно сказать, что сверхпроводники — это состояние, в котором вихри могут существовать, но они, то есть, с какой стороны изолятор, в обычном смысле, это состояние, в котором локализованы электрические знаки. А вихри, наоборот, двигаются совершенно свободно. И вот эта идея сообщить, что изолятор как раз сверхтекучая, сделанная из вихрей. Ну и из этих соображений, если мы еще скажем, что вот у нас их взаимодействия у них похожи, или организмические учебные у них, то вроде как фазовый переход должен присоединиться в точке, где сопротивление аналогов. Идея, конечно, красивая, но организовать ее, как бы сказать, сделать где-то качественной идеей, и количественная теория довольно слуха. Значит, в пользу этой идеи говорит на обстоятельство, что, в общем, очень часто переход происходит, если направляющийся аналогов электрический, действительно происходит где-то неподалеку от сопротивления, значит, там, вот этой, ну, не точно, ну, может, не шесть с половиной, а восемь, или четыре, ну, в общем, где-то, да ты. Порядок начинал, ну, вот так. Ну, кроме того, во многих случаях поведение сопротивления критического, определяющего эти два режима, оно очень не такое плоское, как идеально должно быть, оно само может сильно зависеть от температуры. В общем, если так, полглаза на людей, то очень похожи. Если повнимательнее, то я вышлю что-то не совсем. Перерыв, наверное. Перерыв. Маленький перерыв. Так, маленький перерыв. Перерыв состоит из двух кусочков с 5 минут перерыва. Хорошо? 45-50, 55-40. Ну, хорошо. Так, сейчас я только... Ну... В общем... Давайте, может быть, еще раз. Да-да-да. Чтобы с этим будет более естественно. Ну, вот. Спрашивается, может... Ну, вот эти два подхода, которые я пока успел... Вызовите, они были абсолютно различными, как между собой не связаны. Можно ли их отследовать? Ну, оказывается, что... Ну, оказывается, что... В общем, можно, потому что... Есть такое важное обстоятельство. Вот я здесь, на этих картинках, сигнал про емкость контактов, просвязанную с ней Кулонскими. Говорил, что она должна в точке перехода стать порядок. Ну, при этом как бы подразумевалось, что это просто емкость... Геометрическая емкость, а те, кто будет в количестве... Властей. На самом деле, емкость сотеняет себе еще вклад, который возникает из-за виртуальных электронных переходов из-за виртуальных переходов. Вот такой вклад, который пропорционален нормальной проводимости контакта и обратно пропорциональной щелезки. Это означает, что сделать эту самую емкость слишком маленькой не удается, если у вас фиксирована проводимость и контакт. Поэтому практика возникает следующая. Если у вас геометрическая... Контакты достаточно маленькие, и геометрическая емкость контакта велика по сравнению со щелью с векторами, с вкладником, вы будете уменьшать индоктант и обнаружите, что оба эти два подхода приводят к переходу примерно в одном месте. Точной источностью какой-то эфициент. Сочетать его все равно никто не умеет, а по порядку причинам он будет при контактации порядке. Если же аспекты большие и их исходная емкость мало по сравнению со щелью, то можно вполне предназначить, что сопроводящие состояния выживет вплоть до контактанцев, когда мало по сравнению со щелью. Тем самым этот самый критерий фишинг будет нарушен совершенно точно. Но обычно эксперименты делаются в этой области, и если очень внимательно не проглядываться, они согласуются и с тем, и с другим подходом. Вот, значит, этот самый кусок, регулированный системой и решетки, я закончил на предмете, который жил по дороге в облинацию. Вот, из той же самой работы, сделанной в Деректе, пара образцов, близких к литическим. На что они помещены в магнитное поле? Магнитное поле очень слабое, оно приносит поток порядка кванта на ячейку микронных размеров, т.е. кванта потока соответствует полянка ГАУС. Вы видите, что при температуре есть какое-то убывание, сопротивление, возрастание, и какое-то другое выходит на полочку. А положение этой полочки меняется на несколько порядков при влиянии вот этого очень слабого магнитного. Температура не зависит, а от слабого магнитного поля зависит от лица. А здесь, вернее, о каком там паразитном эффекте перегрева электрома говорить не приходится, потому что тогда, если бы он был перегрев, то он на такое поле, никакого влияния, сопротивление не могло бы оказать. Т.е. имеется металлическое состояние, металлическое, в том смысле, сопротивление под низкую температуру конца, температуру не зависит. Откуда оно берется, при том, что, казалось бы, у нас ничего кроме подверстие в парку, то есть темни, а электронно давно спадет. Это есть некая загадка, и никакой аномальной теории это расстояние нет. Единственное, что... да, вот это еще другой эксперимент, где эта же аномальная фаза еще в гораздо более широкую лодку существует, по-равнему. Единственное, что имеется, это репутис, о том, что... Когда мы писали наш простой предмет, вот этот, мы здесь забыли о том, что есть случайный заряд. Вот это десхематическое нарисовывание, так как человек говорит. А вот две электрики, извини, два-у-три. А в дилетике всегда бывают струкализованные, знаю, ловушки, в которых садятся электроны. Все знают, что они бывают, и избавиться от них... В общем, никто не умеет их избавиться и не оставит. А это означает, что в эту самую гонусскую энергию десхематическую он должен добавить еще какие-то паразитные исцеления случайные. Вот в тех теориях, которые пока существуют, ничего, да, ведь случайных зарядов не было. Может быть, это они отвечают за самое металлическое состояние при очень низкой температуре. Ну вот, теперь как раз уместно сделать перерывы, потому что дальше я буду рассказывать. Спасибо. 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 Спасибо Спасибо. 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 . Спасибо. Всякий случай. Это было неизвестно, как мы так хотели. Ладно. Значит. Выходи сюда. Здесь имеется ассессория-то началась с работ, которых японских, которых, ну, впервые, показано, что должно иметь место подавление температуры, предправляющего перехода при увеличении сопротивления к нему, а последовательную теорию теорию этого эффекта. Имеется очень хороший обзор ему. Вот здесь вот момент. Ну, и подобное явление на качественном уровне для трюкгерной системы было тоже описано. Ну, а, то есть, переверите, вот, смотрите, как будет выглядеть. Так, ну, здесь опять сравнение, еще раз, аморфных, прямо слева и аморфных, справа, вот эти аморфные, которые, видите, сначала то, что происходит, это температура перехода уменьшается. Теперь, вот замечательная согласительная с экспериментом, то есть, его точки температуры перехода для пленок, мы влюблены Германия, с увеличением сопротивления, а вот это, сплошное явление, это теоретия Германия. Ну, безусловно, при некотором сопротивлении, примерно, 27 каурус, температура перехода обращается вниз. А теперь, откуда это делится? Это я, повторяющий, объясню. Значит, сначала, вообще, я здесь не могу. Вот имелось константное движение между аморфами. Там, через два слайда я поясню, что надо сделать. А, G, это безразмерная проводимость пленки, то есть проводимость, примерно, черезмеренная единица в пленок сопротивлении. И беспорядок приводит к тому, что притяжение между электронами ослабляется, вот такое слагаемое. Ну, а температура перехода появляется, в теории Макаша, экспоненты, в степени минус явится 0, вот это 0, соответственно, отношение изменений dc в dc это минус 0, 0 и 0 и квадратить. А что мы позволяем для самого права? Что эта поправка может быть большая. Откуда берется эта поправка? Значит, берется она оттуда, что исходное электронское движение усиливается, когда электроны медленно сберутся по пленке, когда руководила руководительность. Откуда это такое? Почему так получается? Ну, почему вообще бывает руководительность прослова? Вот имеется исходное клоновское взаимодействие, обозначенное здесь константное международное. Которое, в принципе, порядок единиц аномального металя. И оно, казалось бы, самый сильный эффект дает. Поэтому, откуда вообще фановный взаимодействие, с которым приводят те же, которые казалось бы более слабым, как они вообще могут победить этот самый клонов? А именно, если у вас есть отталкивание между электронами, вы считаете это отталкивание, которое мгновенное, это прямое клоновское взаимодействие, вы хотите узнать, к чему оно приводит для электронов, которые имеют противоположный диаграмм. Уберская пара образуется из электронов с противоположным диаграммом. В штатном числе это сильное взаимодействие. Не просто диаграмм в его взаимодействии, а просумировав последовательность главных диаграмм. Которые, как оказалось, приводят вот к такому фактору. Вот здесь единиц на 0, 0 и на большой алгоритм. А, значит, это константы порядка единицы. Алгоритм большой, потому что алгоритм энергии Ферми определит на типичную частоту. Оцениваем его на частоте порядка Дебаевска, когда начинают участвовать в деле формы. Ну, типичная оценка такая. Энергия Ферми 5 вольт. Энергия Дебаевска 0,05. Поэтому алгоритм этот довольно больший. И в результате то, что осталось на подклоновском отталкивании, мало. И оно может быть переселено в поддерживающую форму. Хорошо. Теперь, почему же в очень грязной пленке лонгур основывается? Простой ответ на этот вопрос так вот. Вот у нас есть взаимодействие между электронами в состоянии опять здесь ПСИ, это собственное состояние электронов с учетом случайного потенциала. Потенциал взаимодействия от потерь происходит исполненно, но он заэкранирован на длина порядка межатомных. То есть это потенциал короткого радиуса. Здесь R' это почти одна и даже. Теперь, если в первом приближении среднее от этого произведения квадратных функций это просто константы обратного объема системы. Однако к этому первому приближению да, вот теория этот ничь как раз и использовалась при вычислении подмачинского объекта. Однако, есть два дополнительных следа. При большом контактации пленкой он малый, он замерзает объемиться на G, но он не ересь. И кроме того, он еще и содержит его и рифмическую зависимость от разности числа до типов электронов. А здесь ТАУ, в первом приближении. И этот опусок был заэкранирован. Кстати, уменьшился, например, обратно был на микро. А этот остался. Ну, на резкие диаграммы техники это выглядит вот так. А вот здесь нарисованы вот эти две рельсы. Эти горизонтальные. Это функции гриза электронов. Которые движения между ними мы и ведущие. А вот эта поломышленная линия гриза электроновское взаимодействие. И гризаные линии, это диффузионные. Они происходят из примесей. Но последовательность вот таких блоков представляет собой диффузионный лук. Имеется, соответственно, два вклада. Вот здесь разные взаимодействия. Вот здесь вот эти, которые содержат ну, нарисованные проявления, это куберские лестницы, которые электронные функции гриза по другую сторону. А вот эти пунктиры, это аналогичные лестницы, которые электронные движения, вкладали при диффузном. Диффузный. Вкладали при диффузном. Так. Ну, пожалуй, это я скорее пропущу, но обращу внимание только вот то, что при помощи диаграммы можно выслить поправку к температуре. Досительная поправка DF – VTC – VTC, она выражается в другую интегралу, и этот интеграл, на самом деле, представляет собой площадь. Он пропорционален вероятности возврата электрона в ту точку, с которой он начал свое движение. То есть электроны в глянском пруднике совершают диффузерные движения. Мы можем задать вопросом. Пусть мы начали двигаться в какой-то момент из точки 0. Какая вероятность того, что за время t он вернется обратно? Что называется вероятность возврата? Вот эта самая вероятность определяется такими же интегралами, какие здесь возникают. И вот я сейчас на предыдущем слайде. Вот это, собственно, вещь. Это, с точностью до числа, это вероятность возврата за время единицы на пепс. Теперь, ну, еще, может быть, минуточку остановлюсь на следующие аналогии. Вот, величина, которая здесь возникает, она аналогична следующей. Мы можем рассмотреть, ну, так что среднее плотное состояние в металле стоит. Но спрашивается, а в металле с припесями она отличается, вообще говоря, от средней? То есть, если мы сочетаем маркальное блокное состояние, она в каждой точке, в каждой энергии близко. Мало отличающей от любой клубы. Ветчина этих квакуаций определяется тем же, что это самая вероятность возврата. И ее можно связать с такой важной причиной, которая называется портальной размерностью угловой функции. Она будет, там, существенно понадобиться на так же функции. Вот как она определяется. Смотрите, вот плотное состояние здесь возначено буквой ν. Ну, и если я вот здесь вот в этом выражении, например, расскажу, как один из функционалов си квадратом E в точке R, в этой функции, например, заданной энергии, это и будет локальное блокное состояние. Ну, а то, что написано здесь, это корреляционная функция плотности состояния, ну, энергии, которые отличаются нами. Ну, а можно включать фруктации плотности состояния и круглого целого образца. То есть вот, что такое фрактальность или даже мультифрактальность. То есть вот мы знаем, что среднее благосостояние в этих единицах будет просто единицей. Уважаемость в моменте благосостояния. Возникает зависимость от номера момента, но в нее входит искральное число dL, которое отличается от разменности простаза в бодеке, в данном случае простаза, в кематой. Ну и, в частности, для самой простой, самой простой, как у нас из второго благосостояния, задерживает самую комбинацию из логарифма и обратного результата. Вот это произведение здесь. Вот из состояния бессонтифузии есть, опять же, разменная команда. Хорошо. Значит, это все был разговор про малую поправку. Дальше... Финкепстрит придумал, как эти малые поправки можно проведать в сумме. Ну вот, в более простой форме, уравнение... Значит, мы выглянем, на самом деле, уравнение группы реномировок, которая определяет эволюцию константы взаимодействия лябда с энергией, притяжением мышцы. Ну, если мы прошли, мы увидим, это уравнение выглядит вот так. И это член... Да, здесь это написано таким образом, что притяжение, соответственно, отрицательного лябда. Вот это член минус лябда квадрат происходит от обычной Куберовской лестницы. И, соответственно, если этого члена нет, то всегда у нас есть рост притяжения и образование сопроводящегося состояния. А вот этот член приводит к тому, что является критическая точка. То есть достаточно сильное движение, большое исходное значение для вот здесь вводящей систему сопроводимость, а более слабое превращается, по неченому счете, в отталкивание и ни после этого времени не остается. Вот ответ, который, получается, для температуры перехода. Ну, вот это кривально, соответственно, для всей этой зависимости. Вывод, в какой-то смысле этот, что при некотором критическом сопротивлении, которое в проводимости здесь, которое вообще никак не универсально, а зависит от параметра задачи, от времени пробега и от температуры перехода, это может быть, от проводника чистого вредей. Вот этими параметрами определяется значение критического контакта, при которых с вводимостью температура перехода обращается к тому. И это сопротивление, по-моему, может оказаться меньше, чем в актуале. Ну, что, собственно, и было видно, например, на примере, что были даже в Германии, где-то критическое сопротивление было примерно 20 градусов. И переход происходит из сопротивляющего состояния металлического. Теперь... Сколько, кстати, осталось время первой версии? Действительно, это 12, но это такой, что, конечно, Алисик. Хорошо. Значит, теперь я хочу... Здесь пока все было совершенно последовательно, и теория хорошая, и с экспериментом согласуется. Ну вот, имеется вопрос, что происходит, если мы совсем близко найдем к Игорьевичу, где температура перехода должны обратиться к Игорьевичу. А происходит там вот что. Оказывается, что во взрослой с этой точки наша система, которая, в основном, была однородна, на масштабах больше, чем бюджетовая. Становится неодно. И... Эта операция не очень-очень. Ну, во-первых, какие, в общем, бывают ситуации в этой системе. Есть самые простые, например, тепловые ситуации, которые для светловонящей пленки контролируются вот такой величиной. Вот здесь вот на квадратике написано. Это, значит, число гиброга, то есть, иначе говоря, относительная ширина области и область светловонящего перехода, который выкладывается на весь этот тип. Для двумерной вариантной пленки эта величина определяется вот таким параметом, так, теперь вспомним, что вообще-то, в принципе, у нас гиброга перехода должна определяться вот таким параметом, в котором ядро, в котором здесь стоит зависит от беспарек. А в приближении системного поля мы считаем, что параметом порядка однороден, как я сам начал. Говорил тогда мы можем его усреднить и в другую и получить вот те ответы, которые я использовал. Однако это приближение. На самом деле, мы должны были бы учесть то, что порядок может образоваться неоднородным, а, например, он может сначала образоваться каких-то отдельных мест. Должен быть, как это происходит, нам надо пойти дальше, то есть не только сочетать, как определяет, предварительно среднее вот этого гибра, но и который фунток. Мы должны вывести националку юго-галата урежнего сверхпородника, с учетом коммунского взаимодействия, которое ослабляет предприятие. По крайней мере, здесь написано выражение самое обычное, в котором... Самое отличное выражение для функционала гибра-галата урежнего сверхпородника, в котором мы видим, что тепловая мутурация не изменит силы тепловой мутурации, которая является правильным гибромом, и она останется той же самой, как обратно. националку юго-галата урежнего сверхпородника. Теперь следующее. Здесь мы должны вывести кокалорую мутурацию. Для этого надо примерно те же самые диаграммы, которые мы рисовали, чтобы найти давление и текущие переходы, использовали для вычисления традиционные функции. Уже они произведения двух звездных лет. Как это технически делается? Рассказывать не буду, это слишком сложно, да? Но, грубо говоря, суть дела заключается лучше. Я уже упоминал, что этот эффект давления и текущего перехода можно себе представить, как то, что константа притяжения уменьшается на величину, которая пропорциональна вероятности возврата для электронов. Так вот, поскольку он реподирует по пленке, в которой примесь, естественно, что не случайно, это самая вероятность возврата в разных точках. Она тоже немного разная. И это то, что называется министерическими флактуациями вероятность возврата. Вот они дают главный эффект. И то, что нам нужно, это сочетатель вклад в средний квадрат эвакуации нашего бедра. И вот это ответ. Значит, С это как раз интегральное действие, которое определяет интенсивность эвакуации. Оказывается, что флактуации уменьшаются слабее, чем С. И то, что приводит, приходим к следующей картине. Вот тот же самый флицедал или флакаландал, в котором все почти как обычно, только мы наблюдаем здесь какие-то дополнительные члены, описывающие локальные флактуации, которые можно понимать как локальные флактуации температуры перехода. Это значит, что для того, чтобы определить, где возникает сопротивляющая неустойчивость, надо, как обычно, рассмотреть в линейализованную часть этого флактарала, для начала лестницы, где возникает впервые волевое собственное значение вот этого патриотического функционала. Это задача похожая на задачу про хвосты в области состояния управления Шри-Бюкер. Классическая задача, которая была давно изучена. И вот какой получается здесь ответ. Что здесь нависло? Вот это вот линя, центральное красное, это та же самая зависимость средней температуры перехода, в том числе и градусов. Когда мы находимся относительно далеко от критической точки, есть тепловые флактуации, их масштабные единицы наживы. Есть, всегда есть, вообще-то, флактуации метроскопические. Но они вот в этой области промедиллически малые, они не самые малые. Их можно очень. Однако, когда мы приближаемся сюда, вот ответ, который получается до ширины для относительного размытия области перехода из-за метроскопических вклад. И вот здесь, видите, когда же приближается к линейтическому значению, то, что было 1 на G в квадрат, на 2 раз становится большим. В окрестностях метрической точки мы видим, что в пространстве эвакулации температура перехода становятся большими, и становятся порядка самой температуры. То есть, при понижении температуры, у этих площадей метрических, мы должны ожидать, что сначала появляются какие-то локальные островки, в которых цифроводимость уже образовалась, а метроскопические еще нет. И она должна образоваться, когда этих островков станет достаточно удобным. Ну, теперь есть некоторая экспериментальная картинка, которая в некоторой степени похожа на то, что есть здесь описано. Это измерение комплемент температуры перехода и щели в спектре в спектре электроны, а двое и он как из периметентана, в зависимости от их сопротивления при высоте температуры. вот эта же самая клевая, которую вроде нету права, а вот эти и точки, и вот эти си точки температуры перехода. Ну, правда, всего три точки, ну, через них можно. то есть спектр а независимо от значит, спектр образовалась по измерению сопротивления, а кроме того, параллельно измерялось туннельное проводимое спектр и по ней являлся щель-спектр. И вот видно, что в щель-спектре при приближении к этой критической точке разброс этой щели и вот эти вот аппетитальные опалочки дают нам разброс значения щели в системе. Чем ближе мы сюда двигаемся, тем больше становится разнос. Приликает биоторонное состояние. Так. Ну, вот, вывод из этой второй части. что по большей части понятно, что здесь происходит в соотношении того, что в самой окрасности перехода имеется сложная задача права в связи с проводимостью в системе, которая стала неоднородной из амироскопической инфрацией и эта задача не решена. Теперь есть еще и другая проблема которую я здесь продал. Даже и не очень близко к этой критической точке эксперимент сообщает, что на самом деле щели таких достаточно сильно неупорядочных пленков нет. есть плотность состояния вот этого которое как-то убывает у низких энергиях, но на стоящих щелец немного. Вот оттуда это состояние это тоже наступает за неудобно на неудобно на неудобно а теперь можно пора на самом деле заканчивать. Единственное, что я хочу показать это есть отдельный сюжет в отличие недавно в связи с появлением графика можно устроить систему, который будет представлять собой двумярный слой с относительно плохой проводимостью, на котором сидят светопроводящие астроптии. Можно задать вопрос, когда эти светопроводящие астроптии через нормальные слои переведут светопроводимость во всем. Но, согласно впечатлениям, такое может произойти даже в том случае, когда эти астроптии занимают очень маленькую для всей площади. Такой эксперимент еще не будем провести. Первый эксперимент с вводимостью на графене, уже немного ясно, вот тут нарисован пленка, который, вот этот графен, а на него высажены астроптии. О, вот тут, правда, довольно заметно, площадь занимает половину движения. И вот эти биовые, опять температурные зависимости от сопротивления, указывают, что разные биовые соответствуют разному напряжению, которое подается на затвор, применяют плодность электронного давления. Вообще можно сделать больше, меньше, но, как объяснилось, темпроводимость в этой системе выживает даже, когда гидрофен находится максимально в риск своей нейтральной точке, где относительно меньше всего. Даже в этом случае, если выживает северно. Так, ну ладно, значит, это то же самое. В общем, это было первой лекцией. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эти два механизма, которые были, в том числе, что это два разных механизма, они вписывают совершенно разные системы, или они как-то плавно сшиваются? Нет, они не сшиваются. Это два разных механизма. То, что я говорил сейчас в конце, вот здесь, про неоднородность руководящегося в состоянии повод критической точки, это может казаться, что это приводит к чему-то похожему на первое. На самом деле, это не так. Потому что, похоже, в том смысле, что состояние оказывается, в угонящее состояние, в связи с трехсотом оказывается ни одна. В первом части разговоров про системы, в которых есть хорошо округленные скрывки, проводящие в Соединенные Туннельные Переводы. Здесь нет никаких Туннельных Переводов. Здесь эта ситуация, скорее, похожа на то, что я в самом конце упоминал, что у нас есть какая-то грязная проводник в большом сопротивлении, мы на него местами задели гладящие островки, и они через этот грязный проводник доводят между собой какие-то переляться или не надо. Значит, это существенно более сложная задача. Как мы это делаем? На решетные контакты это не похоже. Значит, какие-то первые результаты именно для такой системы у нас имеются, но сейчас у них это уже практически. В общем, я хочу сказать, что это общего здесь с первого сюжета то, что возникает неодно. Но различия слишком велики, так сказать, от переносить теорию истории областевая, это совершенно невозможно. А здесь говорится, что не так, да? Здесь не так. Потому что здесь с инверсальностью трудно, потому что есть дополнительный энергетический масштаб, определяемый с сопроводящими щелями, которые маленькие. то есть можно вообразить, что в идеальном смысле, если бы мы могли подойти скоро и годно близко к дню этих операций, то мы бы снова получили что-нибудь универсальное. Ну вот так, как в этой самой задачей локализации. Но это можно вообразить, но изучить это нельзя. То есть эта универсальность, если существует, она проявляется при температуре микро-кельбина, для которого добраться эти кельбинальные блоки. А то, до чего можно добраться, пока она не универсальная. И еще одна вопрос. Тогда спасибо еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одна вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.